Рома меня подвез до вокзала, он поехал на работу, у него вечером тренировка, мы еще с ним вечером договорились посидеть, пиво попить, я у него останусь, у родителей его переночую и уже утром рано поеду к себе туда, в деревню. А пока сейчас есть время у меня, сейчас куплю билет на автобус и поеду в Чешский Крумов, тут рядом, так что продолжаем сегодняшнее видео. Ребята, вот смотрите, этот Чешский Будуевица вид сверху, вот это ЖД вокзал Чешский Будуевица, а здесь на высоте находятся вот автобусы, наша первая остановка будет, сейчас в 11.10, в 11.20 придет автобус до Чешского Крумов. А билеты у водителя, я не знаю пока сколько стоят. Ребята, вот на таком автобусе поедем, Рейдио Джеб, я на таком уже ездил, 32 крона стоит билет, вот Чешский Крумов. Ребятки, приехали, автобус довез нас, ну короче, Рома сказал, что удобнее приезжать сюда, в Чешский Крумов на автобусе, потому что он ближе к центру привозит. Смотрите, какая красота открывается. Ух, центр туда, короче, сейчас пойдем гулять. Несколько часиков погуляем, потом вернемся в Чешский Будуевице, и еще проведем вечер с Романом Ленгелом. Не переключайтесь. Ребята, вот это я называю вид на миллион, смотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров Н.Александрова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова старинно все эти плитки да и вот здесь брусчатка выложена сколько человеческого пусть человеческих усилий было приложено чтобы каждую плиточку выложить она на века такая плитка значит там девочка сказала что у нее поесть нельзя на мост сюда вот вернитесь там есть какой-то отель точнее хостел называется 99 я его видел только что там горит недорого можно поесть сейчас посмотрим короче ребятушки смотрите я я бы не сказал что здесь конечно очень дешево поэтому я заказал все супчика гороху и гороховый суп короче какой-то видно не видно цвет плохо падает и заказал местное пиво сейчас покажу как она называется вот так она называется 1560 года выпуска чешский кругов выпускает граненберг короче суп около 150 рублей стоит там 50 чем-то крон и вот это 45 крон как бы дорого здесь все приятный аппетит короче ребята посидел поел так перекусил скажем так сейчас с ромой общались по ватсапу он говорит что можешь остаться у меня вечером поедем ресторан смотреть бавария реал попьем пивка ну вообще круто такого я вообще не ожидал сейчас задача вот так вот по горе подняться и откуда-то вот в ту сторону там где-то вот автобусы приходят посмотрел по расписанию не каждые полчаса ходят и даже не по одному по два автобуса потому что очень много народу сюда приезжает и одним автобусом их не вывесишь на полпути от чешско-будоевица судак чешско-крумлово начинаются небольшие но уже горы отсюда вижу такие луга может конечно только кажется что там ровно и маленькая трава может она там конечно высокая но не факт ну не суть смысле мы уже получается близко граница с австрией могу конечно ошибаться особенно антоха тебе отдельный привет ты мне сейчас можешь можешь поправить но мне кажется что это уже потихонечку начинаются наверное альпы не альпа не знаю австрийские а какие тут еще могут быть горы не знаю поправьте меня тогда в комментариях что-то я ребят поднахерячился преснула же в автобусе но уже в чешско буду явиться этот автобус не такой как радиоджет на котором я сюда ехал он дольше идет больше остановок делает тем не менее достаточно быстро доехали все около 30 километров до крумлова уже принципе знакомые места я уже знаю что тут недалеко центр остался поэтому сейчас пройдусь и буду сидеть романа ждать так ну чё ребята подождал романа после работы заехала рома за мной на своем личном автомобиле чё куда я вам сейчас едем домой кем не домой потом там дома кофе попрям и пойдем 8 часов пойдем смотреть футбол бавария реал ты за кого а я так этот ну не знаю к чему это говорю просто скажу в википедии там про тебя какую-то информацию там смотрел мы с тобой практически у нас год разницы у тебя получается 3 ноября 78 да у меня 7 ноября 79 да скорпионы скорпиона опасно да 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 это чаще а ты в курсе что у кубани сейчас ну такая уже третий год они не могут заявить людей то есть у них сейчас закрыта за долгов трансфер то есть они за долги то сейчас уже третий год играют никого не дозаявляют только но создали вторую команду кубань 2 играет по второй лиге благодаря этим пацанам ну то есть в том году они кубань 2 где-то в серединке была таблица в этом на последний месяц на что же лидеры той команд прошлогодний уже здесь в лидеры в этой команде в основной там один молодые играет вообще одного из них я вот недавно учил на машине мой ученик за кубань 2 играть получается ты получается немножко за городом да вот чешской будуете закончился чуть-чуть за города слушай найти за за мясо спросил но тут и сейчас надо уже получается да а вас как законы насчет парнув в своем дворе можно дожарить на мясо там да как в россии там шашлык не шашлык пара он кольцов без грилда нагревает готова не просто на огне нагрелась углом и до на момент а а воскресенье у меня было у моей папы и мамы любили даю блин 40 лет он это они вместе рада свадьбы так это как называется в россии там золотая ли какая сладко страдал а то есть как бы рубин рубинова арабина макса но там и приглашал и там всю семью да а так вот если ты живешь там допустим в квартире так нельзя выйти где-то вот во двор там где-то одну смысле так вот как бы не раздано так что там жаре на терраса да но терраса и так чтобы там огонь и электрический игре а такой как у нас шашлык там этот такой нельзя открытый огонь и не открытый огонь это можешь на своем участку а вот так вот и так просто есть в каждом силе какие-нибудь пространство где люди жарят это было раньше наверно сейчас как бы чтобы на любое место сюда пошел как бы нельзя да чтобы здесь открытый огонь но я понял а этот скучаешь по русскому борщу борщу да у меня как бы бывшая жена хорошая готовила так скучаю но скучаю ну на вами не вообще нравилась русская кухня дать и закуски все мне больше я я очень любил нам на базе раки раки кстати я сейчас за раки спрошу отдельно смысле не водятся ли их нельзя ловить но я наверно мало стиха я не знаю меня зовут они охраняются да да и так чтобы каждая речка здесь баррак я бы не видел да в россии особенно в краснодаре ракет ракет на каждом на каждом от шагу пошел там раковая там это уже мой этот район это что-то а ну короче это когда в клубе работал тоже обожал когда особенно в день игры мы водители работали то есть в офис отдыхал в основном водители работали и и тут мы там после команды тоже ели то что команда ела в этот день маня блин не так классно там на базе готовились очень вкусно как травилась ну да там едать по-другому там все на мою майонез да все делает и это ты зачем что в салат но не у вас там а было всегда ком ищется летом на вообще у нас только вечера и хлеб и все в россии кто кушал все что кушал майонез ты все то есть у вас даже майонеза здесь не купишь магазине такого нет откупе и можно да да но здесь как бы эту любят опухол я живет как-то профессионал али ищи цепи грою лета не она предыгровать и сам наш наш макарошки там супчик такой новоденький улица курица дали это индейка вкусно а кстати хотел спросить ты вот такой форме как бы я думаю ты как поддерживаешь где-то занимаешься там бегаешь тренируешься или просто правильное питание все не у меня просто такой организм такой я играю теннис занимаются этим как тебе говорю маленьким футболом что я люблю спорты пустанов занимался чем не будет как бы что закончил футболом конечно же многие как рональдо да набрал зубастик это раскопанил что не значит что они чем не понимали как да да смотрите ребята как район вот как я обожаю такой частные дома территории у классика классика чешская классика классика сможешь поднять мяч вот я там бассейн да чистить так это кухня да так понимаю да а вот то что терапия патчráция стиралка тут миллион что здесь здесь они так муш limprid да и вот здесь как бы это место в投ере да и другие's кureтblade и вот здесь Oberконг arbелевика в 19-30 и ты вот здесь то есть т haha иногда такой бр batch петель я очень сложный время , вот здесь вы с воз Sud меня вышли на потихоньку спальня 2 душевая ну круто молодец хочу здесь выход есть а и терраса бассейн шашлычок под коньячок ой какая красота вообще красиво как открывается газончик да ребят смотрите где бы я еще попробовал можно сказать российского тирай армянского коньяка рад рома готовит грязь закуску как в россию в чехии так вот эта вещь она объединяет очень смело что что они только водку пили да я и пиво пиво его огромного как ты сможешь пить пиво 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 и потом а то есть у нас миша мешать нельзя повышение у нас пил пиво на с друзьями и каждый 20 минут не нужно заказать да много продаж и выпиваем ой ой ты можешь ты видишь фото там тупи как вы русский вы пить не умеете а один раз здесь не знаю наверное 7 лет назад здесь калишин был со женой приезжали в Фраге, сюда приехал, я его взял в клуб, вообще с ума сошел, как вы пьете, так быстро, ну, мы ищем, играем в такую игру, ну, просто играем в камень, ножницы и бумагу, да, то проиграет, он платит, да, на 13 группа 8 людей, стригаем, кто проиграет, проиграл и платит за силу, и постоянно, один раз проиграл, давай, отыграть, что хочу. И просто не кончится, как, ну, знаешь, потому что так и шутки, что ты с другом, как, играть с 3, втроем, уже, да, то есть именно говорите, давай, мучиться вместе, он, да, камень, все. Мы один раз играли в такую игру, кто, этот, возьмет телефон, там, кто-нибудь, жена, не жена, позвонит, то есть, если кто-то возьмет, и тот платит, а так, ну, без телефонов, нельзя даже заходить, там, интернет, вот такая была у нас. Ну, камень, ножницы, бумага мы не пробовали. Мне привычно, как бы, у нас надо закусить, чем-нибудь, ну, как, закусить, что-то пил, не пил, ничего не кушал, да. Ну, конечно, как мясо, и так, чтобы просто выпивки сразу что-нибудь брал, так, надо закусить, там, колбаску, или... У нас здесь тоже, как бы, эти овощи, да, соленые, как у вас, хорошие. А, такого нету, да? Нет. Огурчики, там, помидорчики, вот. Ну, да, разные культуры, что тут говорят. Хлеб такой, интересно, с семечками, что ли, с кабачковыми. С какими? Ром, давай я тестану. Очень приятно познакомиться. Блин, не ожидал, пригласишь домой, еще и с ночевкой, и... Вообще, очень приятно, рад, рад знакомству. Спасибо тебе. Ху! О, хороший коньячок. Ну, так. А не пил так. Ну, и по работе. Конечно, если пил, я, в России, там, тысяч 70 хотя бы получал. Рубль ниже, да? Да, рубль ниже, то есть, если... А я так получал, я тебе скажу, в автошколе, ну, где-то в районе 35 тысяч рублей, это вот 12 тысяч кром, примерно. Понимал, да? Это мало. А цены там как? Ну, цены поменьше чуть-чуть. А продукты? Ну, будем откровенны, продукты, ну, и зарплаты небольшие. Продукты там, по сравнению даже с Чехией, ну, примерно, Чехии чуть-чуть, наверное, дороже, из-за того, что рубль низкий. Так-то недорого, в принципе. У кого есть деньги, все себе могут позволить. Ну, и что, сделал визу, приехал. Здесь, конечно, на Крокодиле то же самое получаю, что и там. Ну, еще не получаю, буду получать. Да, это жесть, да. Не-а-а. То есть, хотя бы 18, там, где в Колине его предлагают. Ну, вроде как. Это и так мало. 18 тоже мало, да? Ну, я знаю, что по Чехии средняя зарплата где-то 35 тысяч кронц, правильно? А это они говорят, но это они считают большими менеджерами эти. Это не бывает так. Ну, сколько средняя, по-твоему? 20-20. А, то есть, это нормально? Продавцы, например, магазин 25 чистого. Продавцы, которые за кассу работают неплохо, да, например. Здесь для иностранцев работа только такая, куда Чехии не пойдут в основном. Соответственно, и зарплата поменьше. Хотя бы немножко, но меньше, в любом случае. Мальчик, и мне бы было легче, как я бы сейчас сказал, блядь, все, продаю, все. Поехал в Чемуреальный, поехал в Россию. И мне бы было легче, я бы это не сделал. Понимаешь, что, как бы, в Краснодаре у меня есть друзья, и так. Ну, и что я там буду делать? Не знаешь, что ты там будешь делать? Ну, не, что я там буду делать, тебе говорю, да. А, ты знаешь, ты знаешь, да? Ну, не знаю, что я там буду делать, просто как приехать, что там... Ну, я тебе хочу сказать, вот, допустим, чисто гипотетически представить, у тебя с категорией А, я думаю, тебя Галицкий бы взял на работу, ты бы там получал 70 тысяч рублей минимум, а то и больше, конечно, соточку. Мне взор, я пробовал, я спрашивал, там была изенция, да? Ага. А он там, он уже там не работает, или работает? Я не знаю. Ну, работал точно раньше, да, был? И через Грика, да? Ага. Что бы я туда поехал? И через Виталий, который там уже спрашивал... Кстати, да. Можно спросить или не спросить, не знаю, спрашивал я. Он там не Галактически хорошо знает. Миранчик, как он еще не был в Краснодаре, он меня раньше приглашал в команду, хотел. Я не знаю, смешно... Подожди, в какую команду, типа? А, в Краснодаре. А, уже она была тогда на тот момент? Как я был в Ростове. А, вот так вот, да? Я ему хотел как бы сказать, что бы смог за ФК Краснодар работать здесь как скаут, чтобы смотрел игры, выбирал игроки, да? Чтобы здесь жил. По Чехии? Да, по Чехии, Австрия, Германия, да, чтобы хорошие игроки ему предлагал. Не знаю, я сказал там лизанцу, что они ходят, не хотят. Давай, друг, за кончистого пили, выпьем за бальнички Кубани, за лучшие года. За лучшие годы? За годы в футболу в Краснодаре, в Кубани. За твои лучшие годы? Не, за мои. За лучшие годы команды Кубани. То есть, ну, когда ты играл, это было лучше. Подожди, я. Не, не понял, друг, чтобы сейчас, как бы, в Кубани плохо, да? Она в первой дивизионе, в дивизионе. За команды Кубани лучшие годы, чтобы у них все получалось, чтобы вышли в первую лигу, понял? Да, я понял. Чтобы радовало бальничку. Да, взаимно. Сидим с Романом и его другом в кафе. Смотрим Бавария Реал. Реал 2-1 выигрывает. Сейчас уже заканчивается футбол, поедем домой спать, кроме... Романа дома. Он мне постелил здесь такую детскую кроватью на первом этаже. Все, сегодня замечательный день был. Провели его отлично. С Романом пообщались, сняли видео. Так что все, я спать. Ну что, ребята, доброе утро. Как говорится, спасибо этому дому. А мы поехали к родному. Проснулись, Роман, кофе попили. Он сейчас меня отвезет на вокзал. Босиком ходит по асфальту что-то. Короче, сейчас на 7.40 у меня поезд. Поеду до Праги. Потом на Колин, как обычно, в принципе. И в жижи лицо. Билет 169 крон стоит на поезд. Вот. Прощаемся с Ромкой. Ром, большое тебе спасибо. Братик мой. Ну, расскажи чуть-чуть на прощание ребяткам. Здравствуйте, ребята. Было очень приятно Славика здесь встретить. Познакомиться. Побольше. Мы вместе на связи будем. Как будет возможность, я попробую здесь найти работу. И устроим здесь в Чехии. Так что, мы не прощаемся на долго. Думаю. И подписывайтесь. Подписывайтесь на канал. На канал Славик. И... Лайф. Лайф. Окей. Спасибо. Не смотрите. Ромочка, спасибо тебе большое. Короче, ребята, я уже на вокзале в городе Табор. Здесь какая-то система странная. У них не идет поезд. Сейчас выделяются на Праге. То есть автобус должен довести до Табора. А потом только садишься на поезд. Может, там какие-то проблемы с рейсами. Не знаю. Все, короче, закончим на этом выпуск. Спасибо за просмотр. Обычно там поставьте, оцените видео. Подпишитесь на канал, кто не подписан. Ну и до новых встреч. Всем пока. У меня, ребятки, осталось еще 4 баночки. Короче, нужно угощать всех. Только чехов. Никаких русских, казахов и так далее. Никого угощать не будем. А пока ждем второго чеха, чтобы хотя бы одну банку открыть. Мне наливают козла моего любимого. Наливай афренду. Это не отрава, не бойтесь, не отравлю вас.